вреден ли гипноз для организма и вообще как часто можно погружаться в гипноз друзья давайте разбираться меня зовут никита бурлаков я гипнолог и мои выпускники 57 странах мира уже активно практикую гипноз и слиперсом смотрите гипноз совершенно безвреден для организма почему потому что это состояние сродни медитативному состоянию если мы отбросим все мифы о гипнозе то гипноз это по сути такое просолнечное состояние состояние в котором наш организм находится много раз в день как минимум когда вы засыпаете и просыпаете как проходит сеанс гипноза вначале во-первых когда вы готовитесь к сеансу желательно избежать состояние мандража избыточного ожидания да вот это все не очень хорошо лучше всего это спокойное нейтральное состояние дальше гипнолог с помощью специальных техник с помощью так называемой гипнотической индукции да то есть это не резкие какие-то не шоковые методы хотя такие методы тоже существует но это больше эстрадный гипноз а если говорить о классическом гипнозе то с помощью специальной индукции вводит в вас состояние такого глубокого расслабления абсолютно естественно для организма я бы даже сказал что это состояние целительно само по себе даже не проводя какую-то психотерапию да методы какие-то в нем само состояние расслабления оно уже способствует оздоровлению почему вот например животные да там кошка упала там с пятого этажа она лежит отлеживается а то есть расслабление это восстановление а напряжение стресс критика анализ это болезнь это стресс это напряжение поэтому само по себе состояние это совершенно благоприятно действует на организм дальше сколько человек по времени находится в этом состоянии вредно и долго находиться друзья а как правило да ну что касается обучения например или индивидуальных сеансов естественно мы первые сеансы начинаем а небольшие такие короткие да там по полчаса например да то есть но не больше часа почему потому что мозгу нашему надо привыкнуть то что он перестает быть королем здесь в организме несколько так вот пока что на второй план отодвигают и действительно привыкнуть надо вот к трансовому состоянию потому что вибрации мозга они меняются вот с таких вот частот вот когда мы все время думаем размышляем анализируем да мы переходим в состояние медитативное такое расслабление я бы сказал даже без мыслия спокойствие ума да и нужно привыкать к этому состоянию вот но на второй третий сеанс вы можете в принципе даже увеличить уже до двух часов рекорд который у нас был на обучении это пять часов но это я не рекомендую никому это делать это действительно очень сложный был сеанс там диагностика чистка такая серьезно довольно была вот поэтому такие сеансы это скорее исключение да как правило как правило сеанс ну полтора ну два часа ну изредка до трех часов доходит но это уже больше такие профессиональные вещи если мы говорим об обычном человеке до который просто пришел на сеанс да он погрузился полтора-два часа проработал панические атаки или там прошлую жизнь своей посадил встретился с высшим я там и все он ушел то есть это полтора часа если мы говорим о слиперах слиперов это другая тема то есть это человек которому мы раскачиваем экстрасенсорику чтобы он мог считывать информацию с тонкого плана и здесь конечно слиперы погружаются чаще намного чаще я свою слипер иногда погружаю по несколько раз день по три-четыре сеанса у нас даже такое бывает но это конечно довольно энергозатратно да и мы тоже закачивать энергиями вибрациями но в целом слиперы они работают в трансе постоянно я даже могу сказать они больше находится иногда в трансе чем в реальной жизни здесь тоже надо конечно баланс заземление такое себе обеспечить что тоже важно для слипера который активно практикует вот поэтому посмотрите на наших выпускников посмотрите на наших кураторов это все люди действительно такие яркие пышащие здоровьем да то есть действительно трансное состояние оно благоприятно восстанавливающе влияет на организм тем более что очень приятно мы практикуем энергоинформационный гипноз работа через слипера и каждый сеанс мы закачиваем энергии вибрации гипнологу слиперу необходимой для работы в сеансе ставим защиту обязательно поэтому помимо того что сам сеанс он как правило очень интересен еще и человек повышая свой уровень энергии вибрации он действительно выходит но внутренне себя чувствует совсем по-другому да здоровым с высоким иммунитетом и действительно это выводит человека на новый уровень поэтому друзья не переживайте вы не первый совершенно такой и не последний да кто практикует погружение трансовой техники эти технологии они развиваются постоянно безусловно техники безопасности это ключевой момент под присмотром кураторов да если вы про обучение да говорите сеансом проводит профессиональный гипнолог поэтому здесь действительно это безопасно